МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, мы начинаем нашу работу. Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Отлично, садитесь, пожалуйста. Вам предстоит сегодня поработать по теме, куда исчезают пчелы, куда исчезли пчелы. Пчелы, как и другие насекомые, это целый мир. Нас ожидает с вами еще одна лекция. Вот Равиль Муфазалович, я сегодня его представлю. Давайте поприветствуем его с темы, куда исчезли пчелы. Спасибо. Ну, я начну тоже, наверное, с приветствия. Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Спасибо, молодцы. Итак, тема объявлена. Я сегодня буду говорить не столько, наверное, о пчелах, сколько о проблемах, связанных с ними. Наверняка вы слышали, по крайней мере, ваши родители точно об этом говорили. В средствах массовой информации периодически появляются тревожные данные о том, что вот что-то такое случается неблагоприятное. Равиль Муфазалович, а вот есть пчелы, есть осы, они вот чем-то отличаются? Разумеется. Такой вопрос дилетантский. Дальше по ходу мы с вами как раз об этом поговорим. И вот то, что нам предстоит сегодня посмотреть, проговорить, это, во-первых, действительно, не только пчелы, но и ряд других важных насекомых, медоносов, те же самые шмели, они куда-то деваются. Важнее всего, конечно, то, что именно пчелы куда-то деваются. Мы с ними связаны больше, чем с другими. И представить себе, что их вдруг не станет, это, в общем, достаточно тревожно. И, возможно, изменится во многом жизнь на Земле вообще. Ну и самое главное, что они для нас значат? И вообще, что такое пчелы? В наши времена, когда, в общем-то, образование не очень, так сказать, успешно, вот именно с этого вопроса мы и начнем, иногда можно встретить вот такие, например, высказывания о том, что пчела – это такая оса, как комар, только муха. То есть вот полное неведение ситуации, что же это на самом деле. Давайте разберемся. Вот перед вами комары сверху и справа, снизу и слева – это мухи, все они кусачие, все они прьют кровь, и, в общем, достаточно неприятные для нас с вами. Называются они двукрылые, это другой совершенно отряд. А пчелы наши, о которых мы сегодня будем говорить, это все-таки перепончатокрылые, это совсем другой отряд. Это все равно, что сравнивать нас, приматов, допустим, обезьян, с какими-то кошками хищными или копытными, какими-то овцами и козами. Это совершенно разные вещи, настолько бы велики отличия. А вот это, конечно, совсем другое дело, они такие яркие, красивые, делают приятное дело, они опыляют растения. Но вот если присмотреться, это тоже не пчелы, это тоже мухи, но другие. И причем, если внимательно посмотрите, вот как раз вопрос Валерия Алексеевича, а где тут осы, где пчелы? Вот те, что справа, больше походят на пчел, а слева на ос. Это как раз очень интересный пример, существующий в природе. И вот первый вопрос, который я хочу вам задать, может быть, вы знаете даже, да? Как называется явление, когда безопасные насекомые, в данном случае вот эти мухи, стараются подражать пчелам. Пчелам и осам. Может быть, кто-то знает этот вопрос. Парел. Мне кажется, чтоб как будто бы их боялись, что ли, потому что пчелы больно кусают, мне кажется, а мухи безопасны, и чтоб их не били, обычно если пчелу стукнуть, то она за тобой будет гнаться, а если муху прибить, то ну чтоб их боялись. А вот как называется оно? Нет, может быть даже, что муха может замаскироваться под пчелу и пойти в сам улей, где она спокойно может поесть мед, который делает пчелу. То есть это для себя даже бесплатно какое-то пропитание может быть. То есть ты сбиваешься в колонию, тебя могут не заметить, и из-за этого ты становишься одним из них и можешь, скажем так, получать лишние прибавки. Мухи не так легко достать вкусу, как для них еду. Это такой паразитизм своеобразный. По-моему, это, если я помню, называется мимикрия. Совершенно верно. Да, вот не вижу. Ага, вот молодец. Так, еще, пожалуйста. Это мимикрия. Мимикрия – это камуфляж под какого-то другого животного. То есть, допустим, вот возьмем хамелеон, он может от цвета менять цвет. И то есть тоже тот же самый палочник, он тоже может мимикрировать под дерево. Пожалуйста, смелее. А это разве, ну, чем-то похоже на синдром Наполеона. Потому что синдром Наполеона – это когда, я просто знаю, мне очень интересно по счету собак изучать, и я знаю, что маленькие собаки часто болеют синдромом Наполеона. То есть, когда ты маленький, беззащитный, у тебя зубы маленькие, ты знаешь, что ты все равно хочешь защитить своего хозяина. А большая собака, она спокойная в основном бывает чаще всего, и спокойно реагирует на какие-нибудь жесты в сторону нее. – Равелин Фозлович, впечатлили вас ответы? – Да, более чем. Ну, по крайней мере, ответ на свой вопрос я получил, и это, в общем-то, хорошо. Действительно, вот если обратить внимание, наверное, вам приходилось видеть какие-нибудь строительные машины, какие-то автокраны, и у них задняя часть тоже помечена такими же яркими, желтыми и черными полосками. Это как раз такой пример, когда не только пчелы и другие животные, но и мы с вами невольно обращаем внимание на контрастные сочетания цветов. Они предупреждают об опасности. Это как бы единый язык. Непонятно, откуда он взялся, но мы все его подсознательно, так или иначе, слушаем. А вот это еще одна небольшая мушка, тоже полезная, но совсем не похожая на тех, о которых мы с вами говорили. Может быть, знаете, что это за мушка. Размер ее примерно с глаз вот тех остальных, которые походят в навоз и пчел. Не слышу никогда про таких мух, которые здесь? Маленькие такие, когда вы покупаете фрукты и овощи на базаре, они часто вот собираются. Дрозофилы, да, совершенно верно. Вот это муха, которой следует поставить памятник. Настолько мы обязаны ей в своих достижениях в генетике, именно с нее началось изучение хромосомы. Так что вот такая интересная муха. А почему? Ответьте сразу. А был такой американец Томас Гент Морган, который именно на этой дрозофиле изучил сам факт существования хромосом и даже записал первые карты, где какие гены находятся в хромосоме. Именно вот на этой... А на других мушках нельзя это было сделать? Ну, просто дрозофилы удобные. Настолько они удобны, что, вы знаете, их начали разводить в специальных баночках от джема в Соединенных Штатах Америки. И когда уже вся генетика мировая ориентировалась на эти баночки джема, потому что они всегда были доступны, вдруг производитель поменял посуду. Появились пластиковые емкости, в которых производительство оказалось удобнее этот джем продавать. Вся мировая генетика поднялась дружно и заставила этих производителей вернуться к этим самым баночкам, потому что в них все эти опыты проходили и опыты сравнимы между собой. Для разведения этих самых мух. Так что все, это не так просто. Я ответил, наверное, на ваш вопрос и пойду дальше. И вот, наконец, посмотрите, те самые пчелы. Я не буду больше вас отвлекать. Это вот, посмотрите, животные, у которых совсем другие глаза, и шерсть такая, хотя полосатенькие такие элементы имеются. Но самое главное, вот здесь у нее на задней лапке имеется специальная корзиночка, которой собирается пыльца. Эти пчелы действительно очень большие труженики, они собирают эту пыльцу с растений, тем самым передавая их с одного растения в другое, опыляя растения. Идем дальше. Пчелы, между тем, тоже достаточно неприятные могут быть существа. Обратите внимание, каждый год от них в три раза больше людей погибает, чем от укусов гремучих смей. Представляете, такая цифра в мире. Вот такая вот неприятность. Вас кого-нибудь кусал когда-нибудь, какой-нибудь представитель пчел? О, как много, да? Знаете, что это такое, да? А посмотрите, есть люди, которые совсем этого не боятся. Пчелы, у них существует так называемое жало, вот оно на конце брюшка, и когда пчела вас жалит, то, к сожалению, кожа наша настолько упруга и неподатлива, что отрывается конец брюшка, и пчела погибает, к сожалению. Но их очень много, и здесь, видите, очень интересная особенность. Пчелы, защищая свой улей, по сути дела, жертвуют собой. Вот такой героизм, он, в общем-то, заставляет думать о пчелах как очень серьезных таких существах. А вот люди, которые совсем не боятся, и здесь на самом деле важно то, что пчелы чувствуют, очевидно, наше состояние, и страх их стимулирует на то, чтобы на нас нападать. Поэтому, если в следующий раз вам придется иметь контакты с пчелами, старайтесь не подавать виду, что вы где-то там как-то боитесь. Не надо их бояться, потому что просто так они сами вас трогать не будут. Ну, вот вопрос, который, соответственно, возникает в связи с этим. Они такие кусачие, а зачем мы их разводим? Пожалуйста. Кто первый назовет все позиции? Во-первых, это мед. То есть нашему организму нужен мед. Во-вторых, если бы не пчел, у нас не было цветов, потому что в полях пчелы распыляют цветы и растут другие. Потом пчелы... Мне мама говорила, что когда пчела кусает, наш организм, если вдруг она один раз сажалила, мама говорила, что это полезно, может быть, в маленьких дозах. Помните, как называется это лечение с помощью пчел? Кто-то знает? Я хотела кое-что добавить к этому ответу. Еще хочу даже уточнить, не только цветы благодаря опалению растут. Например, даже та самая яблоня, она в одно время-то с розовыми цветами как бы. То есть это часть, что тоже зависит от плодородия. Если пчелы исчезнут, то тогда большая часть именно растений может умереть, которые человеку очень сильно нужны из-за своих витаминов. Не будет растений, не будет животных. Некоторые, которые могут питаться только этими растений. А не будет вообще еды для человека, то тогда человеку будет нечем питаться, он может умереть от голода. То есть такая цепочка взаимосвязанная. Студент рассказал, в общем-то, почти все, что я собирался рассказать здесь. Берите их к себе всех целиком. Да, да. А что еще от пчел, кроме меда и цветов? Спереди здесь. И молоко, совершенно верно. Еще что? Пчелы нужны не только для меда, для распыления цветов. Пчелы нужны для лечения. Когда ты, например, заболел, то тебе обязательно нужно выпить специальное лекарство с медом. Это очень помогает. Понятно, спасибо. Еще был такой один неприятный случай, когда пытались в какой-то лаборатории в США скрестить два вида пчел и нечаянно разбили этот террариум и вылетели очень агрессивные пчелы, которые почти съели очень много людей. Вот примерно так же, как на картинке. Да, они прямо их съели. Ясно. То есть они их очень сильно покусали, даже мясо некоторым не оставили людям. Был такой случай. Павел Михайлович, а вот можно корректно ли называть террариум, где пчелы живут? Ну, наверное, и секторий все-таки. Секторий, да? Террариум – это более широкое понятие, это вот кусочек земли, где кто-то обитает. От слова terra, да, земля? Да, конечно. Латинское слово. Есть аквариум, есть террариум. Так, ну, да, еще что-то, да? Я помню, меня упустила пчела в голову, и потом я, по-моему, это уже, наверное, был конец лета, я потом уже, получается, ближе к зиме уже, так как у нас получается авитаминоз, уже не болел, получается. Понятно. Считается как лечение. Ну, у меня был вопрос к тому, что кроме меда мы можем получить, вот материально от пчел. Вот тут назвали пчелиное молоко еще. А что еще? Что еще? Прополис, совершенно верно. Еще что? Ну, давайте так говорите. Есть аквариум. Ага. А вот... Вот еще, если бы не было бы пчел, ну, они же тоже как бы зависят от деревьев, если бы не было деревьев, не было бы кислорода, не было бы кислорода, умерли бы все люди. Понятно. Ага. Ну, это уже как бы немножко повторяется. А вот такой наводящий вопрос. Мед мы назвали первым, а во что пчелы упаковывают мед? Вот, конечно. Когда-то ведь из воска делали свечи, вот то, что сейчас вот у нас лампочки светят. Раньше вместо них свечи горели, да? Так что это тоже очень важно. Ну и, наконец, если вспомните, ту самую пчелу, которая была только что, да? У нее вот те самые задние лапки с корзинкой, там пыльца накапливаются. Так вот, из пыльцы пчелы делают пергу. Есть такой материал еще, да, который представляет себя вот эту самую пыльцу, залитую медом и запакованную сверху воском. Это такое хранилище, которое пчелы держат на всякий случай на голодное время, ну а мы тоже его используем в качестве лечебного средства. Идем дальше. А что они, чему нас могут научить? Может быть, вы тоже можете это подсказать. Пчелы, потому что очень такие существа. Пчелы чаще всего сбиваются именно в стаи. Если какая-то пчела находит большое место для опыления, то она идет разом в стаи. Этот человек тоже может позаимствовать. То есть бывают же, например, ископаемые какие-то. Если человек другим людям скажется, тогда появится, он скажет так, новое место рождения. То есть, первый пример. Понятно. Спасибо, спасибо. Еще пчелы очень трудолюбивые и заступаются за свое стаи. Например, бывает часто, что, например, даже у моей подруги, дядя к ним приезжает, его сыну 28 лет, и он не хочет работать, он все время лежит. А дедушка старый работает для того, чтобы прокормить сына из себя. Я говорю, оставьте его, идите занимайтесь своими делами. То есть пчелы, они друг за другом заступаются и все время работают. Вот, действительно. Я хотела сказать, что вы в начале лекции уже говорили, что люди используют как знак опасности желтый с черным. И это не единичный случай, это очень часто бывает, вот даже здесь. Поэтому люди много чего переняли у пчел. Ну, спасибо. Я думаю, вопросов тут, наверное, очень много будет. Но я боюсь, что не уложусь в срок, поэтому мы пойдем дальше. Единственное... Да, ну, скажите, скажите. Еще пчелы, они выдают прополис и мед. Они, можно назвать их тоже самым полезным. Это мы говорили. Конечно, спасибо. Спасибо. Ну, мы пойдем дальше. Пчелы, действительно, существа очень дружные, защищают друг друга. Они очень трудолюбивы, девушка правильно сказала. С древних времен многие философы, писатели обращали внимание, что это пример для человека. Не зря же говорят, трудится как пчелка, значит, он трудолюбивый. Но пчелы, действительно, так же, как мы с вами, социальные существа. Они живут большими семьями. Вот здесь вот, видите, пример того, как можно соотнести нас с вами и пчел. Мы, так же, как пчелы, относимся к царству животных, но уже на уровне типа мы совсем другие. Мы хордовые, у нас есть хорда, из чего получается позвоночник, а они членистоногие. Вот у них отдельные такие части. У нас класс млекопитающие, а у них класс насекомые. Ну и дальше, видите, человек разумный, и пчела медоносная. То есть у каждого из нас есть свой научный адрес, и, соответственно, мы с вами каким-то образом очень далеким с ними родственники на уровне царства. История нашего знакомства с пчелами очень длительная. Переначально, наверное, случайно люди натолкнулись на такие следы этого меда и стали его собирать, нарушая, на самом деле, нормальную жизнь пчел. А потом обнаружили, что, оказывается, ограбленное нами их гнездо через некоторое время снова заселяется. Тогда придумали следующий шаг, стали делать искусственные дупла, которые на Руси назывались борти. Отсюда получил название способ добывания меда – бортничество. Потом вместо таких трудных, этих самых трудновыдабливых из бревен гнезд стали делать все-таки из досок. И все это создавать в виде ульев. И, наконец, были изобретены ульи разборные, которые сейчас используются широко. И с помощью специального дымаря и специальной сетки люди обезопасивают себя от случайных таких укусов. И что интересно, оказывается, человек, приручив пчелу, он стал с ней расселяться вместе. Известно, например, что в Америку пчелы попали вместе с первыми поселенцами европейскими. И даже индейцы называли пчел мухами белого человека. Они тоже путали, где тут муха, а где пчела. Но действительно, пчелы, как здесь многие уже студенты сказали, очень важное звено. И прежде всего, действительно, они опылители. И вот многие культуры, как уже было сказано, в том числе и яблони, лимоны и так далее, опыляются этими пчелами. Если убрать из магазина все то, что живет благодаря пчелам, то во многом мы лишимся очень многих фруктов и овощей. Вот даже Альберт Эйнштейн, предполагаю, говорил такую фразу, что после гибели пчел человечество проживет всего лишь 4 года. Вот вам, пожалуйста. Есть о чем задуматься. А то, что сейчас происходит, это действительно очень опасная вещь. Вот здесь я не буду очень долго останавливаться на этом. Посмотрите отдельные примеры того, как пчелы разводятся в ульях. Вот работа, видите, с отдельными такими элементами улья, где находятся соты. Вот роение пчел. А вот посмотрите интересные фотографии, на котором показано, какой случайный участок может быть использован в качестве места образования улья. Наброшена тряпочка, тень, и вот в этой тени пчелы уже успели сделать вот такие улья. Но это, конечно, что-то уже дикое. Вот таким образом пчелы раньше и поступали. Пчелы, на самом деле, с момента своего возникновения, появления на свет, испытывают очень много разных жизненных ситуаций и меняют профессии. Сначала они возникают как разнорабочие, их ни на что нельзя использовать, потому что ничего не знают. Их используют для чистки помещения. Тот самый прополиск, как раз они обрабатывают весь улья, чтобы там не завелись бактерии и грибы. Потом пчела становится кормилицей. Она выделяет молоко пчелиное, которым кормят этих личинок, которые станут в дальнейшем царицами. Потом она становится труженицей. Она строит те самые соты, в которые помещается мед. И, наконец, после этого только вылетает, становится привычной пчелой, которую мы видим здесь. Так вот, вопрос мой к вам. Какая из профессий у пчел считается самой почетной, самой значимой? Пожалуйста. Я думаю, сбор меда. Сбор меда. Потому что они улетают, если вдруг они находят поляну, где больше меда, они прилетают и говорят. Ну, не говорят, они движениями своими показывают то, что там есть. У них свой язык есть, конечно. Да, ну, наверное, хватит. Ну, вообще говоря, сбор меда важная, самая важная часть для пчел. Но, оказывается, пчелы среди всех остальных профессий уважают самых старых пожилых, которые уже отлетали свое и все на своем веку повидали. И они пускают только своих, чужих не пускают. Обнюхивают, общупывают и так далее. Это вахтер. Вахтер у них самая важная профессия, как ни странно. Идем дальше. Вот есть такой феномен общественные насекомые. Какие, кроме пчел и ос и шмелей, вы знаете виды общественных насекомых? Пожалуйста. Мне кажется, это муравьи. Муравьи. Ага. Еще кого-то можете назвать? Комары. Ну, комары, это, наверное, не общественные. Все-таки они кучкой собираются, но общества у них нет как-то. Ну, можно просто громко крикнуть. Комары, термиты. Кто? Еще кого-то шершень. Шершень. Ну, ладно. Тоже родственник пчел дальний. Термиты, все замечательно. Вот две ключевые группы, я, наверное, на этом остановлюсь. Вот, действительно, муравьи – это одна из самых сложных групп насекомых. Немножко про муравьев вы можете здесь посмотреть. Гигантские муравьи, в Африке живущие, примерно 3 сантиметра длиной. Вот они-то внизу представлены. А вот это наши обычные муравейники, которые в лесу можете вы встретить. Муравейники строятся очень большим количеством муравьев, и живут в них муравьи очень долго, и расселяются они в них, ну и так далее. Об этом, наверное, мы можем в ближайшее время с вами поговорим. Вот некоторые примеры здесь тоже я для краткости не буду о них говорить, но вы можете почитать. Действительно, очень интересные во многих отношениях существа. Вот здесь показаны наши муравьи нашей полосы. Самые крупные, видите, до сантиметра длиной, а самые маленькие где-то 2-3 миллиметра всего лишь. Они очень разные все. Есть очень опасные муравьи, такие как, например, огненные муравьи, укус которых чрезвычайно болезненный. Есть вот такие муравьи, которые нас могут сгрызть до костей буквально, не случайно, те самые американские ужастики, они не лишены смысла. Бродячие муравьи и цитоны, это действительно гроза для леса, но, слава богу, они у нас не живут, это Южная Америка, Центральная Америка и отчасти Африка. Есть муравьи, которые разводят грибы, для этого они отрезают кусочки листьев и собирают их у себя под землей в огромных таких теплицах. Есть муравьи, которые из листьев делают дома, ну и так далее, есть много можно чего говорить. А вот термиты, тоже очень интересные существа, вот размер этих термитиков, посмотрите, по сравнению с человеком, раз в пять больше, огромные такие постройки, в которых живут миллионы особей. Например, в одной такой постройке этих термитов столько, сколько в нашем Казани, скажем, или в Москве жителей. И они, в отличие от перепончистых крылок, которые бывают одиночные, они бывают все исключительно общественные. Кстати, ближайшие родственники тараканов, как ни странно, вот такие вот существа. Но все-таки мы вернемся к пчелам, и все-таки те вопросы, о которых мы с вами проговорили, к ним следует обратиться. Действительно, первый такой эпизод произошел в Северной Америке, но там ситуация с пчеловодством несколько иная, чем у нас. Там промышленные огромные пасеки, там сотни тысяч семей ульев живут вместе. И, соответственно, они в таких ситуациях могут очень быстро заражаться и все болезни переносить. Россия в этом отношении гораздо позже вступила в этот процесс, и более того, до сих пор у нас нет таких крупных пасек, а мы все это делаем, чаще всего, на таком частном уровне. И здесь таких проблем не возникало. Но вот ситуация действительно изменилась, и у нас в России тоже начались проблемы. И вот здесь те самые опасности, которые, вероятнее всего, виновны в гибели пчел, здесь перечислены. И мы, соответственно, тоже начнем по порядку. Начнем именно с первой группы, с пестицидов. Это действительно, как многие считают, главная опасность, которая с пчелами связана. Вот такую картинку, может быть, кто-то из вас видел. Пестициды – это специальные вещества, которые служат для убивания живых существ, нам ненужных. И в этой связи, как раз именно пестициды виновны в том, что пчелы стали исчезать. Некоторые из этих пестицидов обладают очень интересной такой способностью, влияют на отдельные части пчелы, например, на ее поведение. Пчела вылетают из улья и куда-то улетает, и поэтому, собственно говоря, фиксируют тот момент, что из ульи исчезли все пчелы. Они куда-то вылетают, у них меняется что-то с головой, случается, они перестают себя вести нормально. Вот один из таких примеров пестицидов – это новая группа ядов, которая называется неоникотиноиды. То есть они получены из никотинов, и почему они стали популярны? Потому что почти не опасны для нас, а для пчел они действительно очень опасны. Кроме того, есть еще и проблема с том, что помимо пестицидов есть еще загрязнение просто бытовым мусором, посмотрите, сколько мусора выбрасывается нами. Есть еще радиоактивные заражения, и все это приводит к тому, что подсчитано ежедневно один вид насекомого исчезает на Земле. Представляете, это страшная картина. И вот пчелы всего лишь один вид, как мы видели, и он тоже может исчезнуть. Второй такой важный момент – генно-мальфицированные растения. Тоже, наверное, слышали. Когда приходите в магазин, чаще родители смотрят на содержимое продуктов и читают без ГМО. Вот ГМО – это вопрос, который в настоящее время очень многих волнует, вопрос очень, как говорится, непростой и запутанный. Но сводится он к тому, что мы научились менять генетический состав организмов, вводя туда нужные гены, обеспечивающие, например, устойчивость от засухи, от соли и так далее. Вот здесь такой шуточный пример – банан, у которого, видите, голова щуки и хвост скорпиона. Ну, понятно, это условность, конечно, метафора, но мы туда вставляем все, что угодно. И здесь возникает такая опасность, что пчелы могли вследствие питания этими ГМО-растениями перестать размножаться. Очень многое может меняться в своих пчелах. Хотя это вопрос очень спорный. Есть люди, которые отстаивают ГМО, есть те, которые с этим борются, но тем не менее это проблема. Глобальное потепление, казалось бы, что общего между пчелами и глобальным потеплением? Оказывается, общего очень много. Дело в том, что при потеплении растения быстрее отцветают, и пчелы не успевают набрать нужное количество корма, и могут просто погибнуть. То есть растения гораздо быстрее реагируют, чем животные. То есть это все тоже не очень просто. Идем дальше. Болезни. Дело в том, что в Америке с этим столкнулись раньше, чем у нас. Скученность этих пчел, она приводит к тому, что действительно возникает какая-то ситуация, кто-то чихнул, и все, весь улей заразился. Вот они летают все вместе, соседи там по улью, и заразились чужой улей и так далее. Действительно, в таком скучном состоянии, примерно как у нас в метро, мы тоже можем так же заразиться. А вот некоторые из болезней, видите, я что-то не буду на деталях останавливаться, есть так называемый варатос, это вот клещевое заболевание, еще одно клещевое, акарапидоз. А вот браулез вызывается пчелиной вошью, которая на самом деле является мухой тоже. Видите, какая непохожая. Назематоз – это болезнь, такой небольшой паразит одноклеточный, который вызывает расстройство кишечника. Вот видите, испорченные соты здесь видны. Идем дальше. Я уж из того, что у нас мало времени, предпоследний пункт – сотовая связь. Тоже не случайно, Валерий Алексеевич, просил вас отключить мобильник. Оказывается, они и на пчел влияют. Дело в том, что пчелы реагируют на все электромагнитные колебания, как и многие мухи, как и многие другие насекомые. Прошу меня опять о мухах своих. Обращали на внимание, что в районе линии электропередач пчелы и другие насекомые ведут себя по-другому. Когда меняется погода, меняется электромагнитное состояние на Земле, тоже многие люди даже предсказывают, по извинению, поведение пчел или других насекомых о том, что будет дождь, например. Что касается сотовой связи, наши мобильники тоже не излучают электромагнитные колебания. И этот вопрос, правда, не до конца изучен, но тоже считают, что такое расширение ареала и мощности этих сигналов не может остаться незамеченным пчелами. Поэтому тоже может быть проблема. Ну и, наконец, естественное старение этого вида. Здесь, конечно, мы переходим к такому вопросу, немножко к такому трагически-философскому. Все мы, на самом деле, рождаемся в этом мире когда-то, становимся на ноги, а потом, к сожалению, угасаем. То же самое касается и видов. Вид человека тоже когда-то возник, предположительно, 2 миллиона лет назад, и как бы мы этого ни хотели, он тоже исчезнет. Очевидно, и пчел тоже ждет та же судьба. Кроме того, мы их разводим, мы проводим с ними селекцию. И, на самом деле, предположительно, что у них запас генетический уже исчерпался, потому что всех со всеми уже скрестили. И когда это наступит процесс, в общем-то, сложно сказать. Есть вымирающие формы жизни, есть вымершие, например, те же самые динозавры, и в их гибели мы никак не виновны, потому что они возникли задолго до нас. То есть это процесс естественный. Но, что интересно, вымирание, возможно, в случае некоторых насекомых связано с деятельностью коллекционеров, потому что они действительно выбирают из окружающей среды самые красивые, самые крупные экземпляры. И здесь, на самом деле, возникает тоже одна проблема. Если мы хотим заботиться об охране окружающей среды, мы неизбежно должны обратиться к тем же самым коллекционерам. Вот вам, пожалуйста, такая интересная парадоксальная ситуация возникает, что если мы защищаем природу, то мы, соответственно, сталкиваемся с тем, что природа слабо изучена. Когда мы пытаемся ее разрешить, мы обращаемся к профессионалам. А профессионалы вынуждены собирать те самые коллекции, которые в конце концов приводят к тому, что количество животных становится мало. Вот такой парадокс, который, наверное, придется решать уже вам. Давайте поаплодируем Равель Мфазоновичу. Спасибо вам большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова